Ну вот для того, чтобы не переживать за тепло в доме, в первую очередь это жилье нужно иметь. И вот как раз проблемы дольщиков активно решаются в Актюбинском регионе. Акимат области нашел инвесторов, которые завершат строительство замороженных объектов. Сейчас правоохранители расследуют около десятка уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. Подробности в следующем материале. Проблема долевого строительства одна из самых актуальных в Актюбинской области. В регионе насчитывается 11 долгостроев. 540 дольщиков вложили 3,5 миллиарда тенге в проблемные объекты. Для шести недостроенных домов в Акимате уже нашли инвесторов. По остальным пяти уже, где ситуация очень сложная, мы создаем новую компанию, как на базе городского Акимата, по аналогу Елёрда Курлус, который будет решать проблемы дольщиков. И планируем эти пять объектов решить. С начала года в Актюбинской области ввели больше 800 тысяч квадратных метров жилья. До конца 2023-го планируют сдать еще свыше миллиона. Особый акцент на социальном жилье. За счет бюджетных средств по итогам года планируем ввести в эксплуатацию 974 квартиры. Кроме того, планируется приобрести 360 готовых квартир для социально уязвимых групп населения и многодетных семей. Важно обеспечить жильем молодежи региона. В этом году для них запустили жилищную программу «Октубия Жастаре». 42 молодых семей получили ключи от квартир. Вместе с тем, в следующем году в регионе запустят новую льготную жилищную программу. Она будет доступна для сотрудников Актюбинского завода ферросплавов. Общий бюджет – 2 миллиарда тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем больше 100 семей. Динара Абдирова и Канат Мохамбетов, 24 КИЗ.